В городе Красный Холм и поселке Молоково Тверской области начали работу новые филиалы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Эти населенные пункты вошли в число территорий Верхневолжья, где в этом году впервые создаются филиалы МФЦ. В первые дни работы офисов их посетили министр экономического развития региона Иван Егоров и лидер добровольческого движения «Мы вместе» Юлия Саранова. Подробности рабочей поездки в нашем следующем сюжете. Зампред правительства и министр экономического развития Иван Егоров 21 августа пригласил лидера добровольческого движения «Мы вместе» Юлию Саранову сопроводить его во время рабочей поездки в Краснохолмские и Молоковские районы. Главная тема визита – открытие новых филиалов МФЦ. В этом году мы 14 филиалов открываем по области. Это как раз небольшие города – Белых, Молоково. И очень важно, что теперь жители Красного Холма могут тоже получать те услуги государственные в том же качестве, как и в больших городах. Юлию Саранову пригласили как партнёра и друга. Год назад тверские волонтёры сильно помогли региональной власти, когда из-за режима самоизоляции многие одинокие пенсионеры и многодетные семьи оказались лишены доступа к госуслугам. И им требовалась помощь добровольцев. Так что к открытию МФЦ сразу в двух муниципалитетах – Краснохолмском муниципальном округе и в посёлке Молоково – лидер Тверского добровольческого движения «Мы вместе» имеет непосредственное отношение. Это праздник и для неё, и для её коллег-волонтёров. Сегодня вот в этом таком новом, современном здании видно, что есть и уголок для ребёнка, есть и среда для маломобильных групп населения, есть даже вот крылечко, где можно коляску оставить. То есть всё продумано, всё сделано с заботой. На данный момент построено уже три модульных здания МФЦ – в Оленине, в Красном холме и в Молокове. Каркас собирается на производстве, доставляется на место. Никакой стройки, никакой грязи, всё делается быстро, чисто и комфортно для горожан. Открытый в очень короткий срок, полностью укомплектованный на производстве, что позволяет в кратчайшие сроки решить социальные проблемы тех населённых пунктов, где отсутствуют такие необходимые организации. В этот день Юлия Саранова побывала и в Краснохолмском комплексном центре социальной помощи населению. Она пообщалась с директором центра и обсудила состояние здания. У меня просьба, вот такая одна проблема – не закрывать дом престарелых. Если надо построить новый, вот есть территория рядом, давайте построим новый, этот снесём. И старики будут жить счастливо, и дом у нас будет называться «Дом счастливой старости». Также Юлия Саранова посетила школу в посёлке Молоково, носящую имя маршала Агаркова. Директор школы Елена Коновалова показала лидеру тверских волонтёров центр «Точка роста», который появился совсем недавно. Конечно же, Юлия Владимировна оценила ремонт школы, проведённую уже, и оценила оснащённость нашей школы компьютерными технологиями. В завершение дня Юлия Саранова заехала в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних здесь же, в посёлке Молоково. Недавно этому учреждению исполнилось 25 лет, и даже те ребята, которые когда-то здесь какое-то время провели, учились, пребывали, они приехали на этот праздник повидаться со своими педагогами. Мне кажется, что в очередной раз я убеждаюсь, что главная наша ценность – это люди, и те знания, те компетенции, которые у них есть, а главное, то, что есть внутри, мотивация, любовь к своему делу, позволяет создавать невероятные условия, ту образовательную среду, в которой растут наши дети. Спасибо. 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 Спасибо.